Привет дорогие друзья! У этого видео непростая история. Почему? Потому что история, которая произошла с моей журналисткой в городе Киеве день назад, меня вывела из себя на самом деле и расстроила. Расстроила настолько, что я сказал, идите вы лесом. Ваши акции иногда показывают, а иногда не показывают. Если есть распоряжение оттуда из администрации президента, то никто никогда не покажет даже ваш марш националистов каких-то, потому что это страшно администрации президента, к примеру. И администрация президента спускает блок на телеканалы и никто ничего не показывает под угрозой того, что по какой-то причине надуманной отберут у канала лицензию. А причину придумать всегда можно. Ну вот ко мне обратились представители Автомайдана. Мы нормально общаемся, прекрасно даже. И они обращаются, что типа, Толя, мы съездили к дому Порошенко. Ну, это не дом на самом деле, это дворец. Мы съездили к дворцу Петра Алексеевича Порошенко. Мол, подсвети. А я думаю такой, ну короче, типа пишу, что меня на самом деле вот расстроило, ну его в бане. И вон, у вас есть украинские средства массовой информации, пусть они и показывают. Вы понимаете, что 500 тысяч людей, которые это посмотрят, дополнительного ширия, ну это серьезное распространение информации. И я жду, короче, ну отказал. Ну отказал в таком плане, что, ну там, извини. Я вот жду, когда покажут украинские средства массовой информации, смотрю, а что такое, что происходит. Показывают протест на Майдане, там, владельцы Евробля, все такое. А вот это не принято почему-то показывать. А почему так? Что происходит вдруг, ведь раньше, когда в Сухолучье или там куда там они ездили, в Межигорье ездили люди, какая-то городская сумасшедшая, приезжала одна, да, в стоптанных ботинках. Ну сейчас она уже не в стоптанных ботинках, сейчас у нее уже сумка Селин за 4 тысячи евро, да. Вот она приезжала одна туда, что там лазила, бегала. И это все показывали. О, смотри, какое важное событие, мероприятие происходит. Когда туда шли какие-то там тоже активисты, да, стояли с кусками ватмана, это тоже показывали. А сейчас не показывают, хотя сотни людей, может даже тысячи людей туда приехало, потому что там десятки-десятки автомобилей приехали к дому Порошенко. А почему это сейчас нельзя показывать? Потому что эти люди какие-то другие стали, они какого-то другого качества. Те люди были хорошие, эти люди какие-то неправильные. Или в чем дело? Или это такой хороший президент, что вот когда люди приезжают к его дому и выкрикивают нелицеприятности, то это показывать не надо, а? Ну и конечно, во время трансляции, этот парень, чью трансляцию мы сейчас покажем, да, он говорил, что Шари покажет. В отличие от средств массовой информации, я думаю, и ладно, знаете, у меня, мое желание распространить эту информацию взяло верх над моим нежеланием теперь вообще что-либо показывать вообще в Киеве. Потому что мы всегда показывали это объективно, да, и никогда не ждали, что напоримся на такое вот дерьмо собачье. И поэтому я показываю это видео, конечно же, очень сокращенно. Там очень интересный еще есть нюанс технический, потому что с квадрокоптера летает квадрокоптер, но он, там глушилки, он не может подняться выше забора. Это очень интересное, очень интересное природное явление, неприродное явление, поэтому мы, я думаю, его как-нибудь обойдем. Потому что очень уж интересно посмотреть, как там все устроено у Петра-то Алексеевича, знаете, потому что там очень красиво у него. Ну и конечно, как говорят, он заработал. Просто я хочу сказать, вот те, кто говорят, он заработал, да он там молодец, да он еще что-то. Есть другая Украина, Украина неоднородна, Украина это не только те парохаботы, которые везде вылазят и кричат, какой хороший Петр Алексеевич Порошенко, и да как, ну а кто кроме него, вот это вот все, а кто кроме него, знаете. Есть другая Украина, эта другая Украина поехала туда. И не рассказывайте о том, что им заплатили. Я не знаю, что двигало руководителями этого мероприятия, ну имею в виду теми людьми, которые там выступали лидерами. Не знаю, мне это неинтересно, но я точно знаю, что множество людей искренне считают, что Порошенко надо уходить, и они искренне это высказывают, и я искренне это показываю. Приятного просмотра, пока. Приятного просмотра, президента, до ответственности, трибунал. Приятного просмотра, трибунал, трибунал. С нами зірка Майдану? Да, зірка Майдану хорошая. Да, да, я знаю, давай, бля. Давай. Где все, где все телеканали? Я вас питаю, где все телеканали? Тому я и дивлюсь Шария. Ось вам ответ на все вопросы, потому что Шарий показывает те, что не показывают наши продажные, вонючие ЗМИ. Я сподіваюсь, Оля, если ты нас видишь, скоро для тебя будет интересное видео, я тебе его как всегда скину, покажешь на всю страну, потому что наши ЗМИ его не показывают. Наше завдання розповсюдити це відео, наше завдання розповсюдити цю акцію на всю Європу, щоб європейські ЗМИ, щоб люди, лідери різних країн розуміли, що наш президент, зрадник, нашого президента народ не підтримує. Наш президент зрадив свій народ, зрадив свою країну. Наш президент злодій і має відповідати за свої вчинки, за свою діяльність або бездіяльність. Так от, головне завдання – це показати на всю країну, що є люди, які не збираються відсиджуватися, є ідейні люди, які борються за свою країну. ВИДСТАВКА! 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 Карабтед Порошенко маст рісайн. Це для наших європейських партнерів. О, Роксоляна Хмар, вітаємо вас, вітаємо, так. Дядько з прапором намагається чомусь переконати правоохоронців, але це бессолково, бо оскільки з ними не розмовляти, вони не розуміють нас. О, тут вже велика фотка організовується, дивіться. Так, так, так. Так, всі сюди, так, поліціянти з нами, ага. Пацани теж фоткають, пацани в темі, так. Ага. Що, відігнати їх? Так, так. Фотографії дайте зробити, хлопцям на згадку також. Наше з вами завдання розповсюдити цю акцію, яка сьогодні відбулася, по всьому інтернету, по всіх засобах масової інформації. І ми зробимо зріст і побачимо ввечері, які засоби масової інформації показали цю масштабнішу акцію. Я наголошую, масштабнішу акцію. А хто цю акцію не показав? Так от ті виродки, які не покажуть, от тих виродків треба блокувати, от тих виродків, коротше, треба ганьбити і робити все, коротше, щоб таких журналістів в нашій країні не було. Бо завдання журналіста – висвітлювати події, які відбуваються в Україні. Сьогодні відбувається масштабніша подія. Автомайдан більше ніж 100 автомобілів разом з іншими громадськими організаціями приїхали до будівлі Порошенка вимагати його відставку. Це резонансна подія в Україні, вона відбувається перший раз в цьому році, така резонансна подія масштабна. І я вважаю, що всі телеканали мають показати сьогодні ввечері, що відбувається зараз тут, біля будинку Порошенка. Порошенка! 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 Виходи! Порошенка! Под калітку засунемо! Под калітку засунь! Злодей переляканий, выставку хайде, переляканий злодей, хайде выставку. Слава Украине! Героям слава! Збиратися ехать домой, еще раз расскажу, что тут происходило. Сегодня была большая акция, мы заинтересовали, после того, как сделали большой марш по Киеву, мы поехали большой колонной автомайданской до Порошенко и влаштовали в него тут пикет, под стинами, величезными стинами, где он проживает, где стоит купа спецназначенцев, где стоит купа нацгвардейцев, купа поліцянцев. О, крутий, до речи, тазик, дивіться. Пацаны нормально, в Канчезаспіль тут висять, ганяють на таких, на таких баги. Вот, мы, те, что нас снимали с коптера, небагато, але викладемо, пізніше я себе на соцсторинці викладу. Сподіваюся, Анатолій Шарій ще зробит сюжет по цьому, что происходит, почему саме он, потому что он един, кто показывает, что происходит в Украине, потому что наши продажные ЗМИ этого не покажут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА